Техническое описание кода неисправности OBD2, заслонка управления впускным коллектором застрял закрытый банк одно что это значит. Этот диагностический код неисправности, DTS это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Nissan, Honda, Infiniti, Ford, Dodge, Acura, Toyota и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, если на вашем автомобиле с OBD2 сохранен код P2006, это означает, что модуль управления силовой передачей PSM обнаружил, что исполнительный механизм управления воздухом впускного коллектора AMRS для блока двигателя 1 застрял в закрытом положении, банк 1 указывает, что неисправность связана с банком двигателя, который содержит цилиндр номер 1. PSM контролирует систему AMRS, которая используется для управления и точной настройки воздушного потока, когда он поступает в нижний впускной коллектор, головки цилиндров и камеры сгорания, металлические клапаны аккуратной формы, которые плотно прилегают к впускному отверстию каждого цилиндра, открываются и закрываются электронным соленоидом управления бегуном. Клапаны бегунка прикреплены болтами к тонкому металлическому стержню, который расширяет длину каждой головки цилиндров и проходит через центр каждого впускного отверстия, закрылки открываются одним движением. Но это также означает, что все закрылки будут неработоспособны, если один из них застрянет или закрепится. Привод AMRS обычно крепится к стержню с помощью механического рычага или зубчатого колеса. Вакуумная диафрагма используется на некоторых моделях для управления приводом, с помощью вакуумного привода PSM управляет электронным соленоидом, который регулирует всасывание вакуума в привод AMRS, направление и ограничение воздушного потока, когда он втягивается в двигатель, создает эффект завихрения. Данные исследований показали, что эффект завихрения помогает более тщательно распылять топливо-воздушную смесь, более полное распыление помогает снизить выбросы выхлопных газов, повысить эффективность использования топлива и оптимизировать работу двигателя. Различные производители используют разные методы AMRS, обратитесь к источнику информации о вашем транспортном средстве AllData DIY отличный ресурс для получения подробной информации о системе AMRS, которой оснащено данное транспортное средство, как правило, бегунки AMRS несколько закрыты во время запуска, работы на холостом ходу и полностью открываются при открытии дроссельной заслонки. Чтобы убедиться, что система AMRS функционирует должным образом, PSM контролирует входные сигналы от датчика положения направляющей AMRS, датчика абсолютного давления в коллекторе MAP, датчика температуры воздуха в коллекторе, датчика температуры воздуха на впуске, датчика положения дроссельной заслонки, датчиков кислорода, датчик массового расхода воздуха MAF. Среди прочих, PSM контролирует фактическое положение заслонки бегуна и регулирует его в соответствии с данными по управляемости двигателя, когда они вводятся в PSM и вычисляются, код P2006 будет сохранен, и индикаторная лампа неисправности может загореться, если PSM не видит достаточного изменения MAP или температуры воздуха в коллекторе. Как ожидается, с желаемым изменением положения заслонок, приводом AMRS, в некоторых моделях для освещения MIL потребуется несколько циклов зажигания с неисправностью привода AMRS. Симптомы Симптомы кода P2006 могут включать в себя, неуверенность при ускорении богатый выхлоп Снижение эффективности использования топлива Причиной помпажа двигателя Возможные причины для этого кода двигателя Свободный или защелкивающийся направляющий впускного коллектора Неисправный соленоид исполнительного механизма AMRS Неисправный датчик положения направляющего коллектора Впускного коллектора Обрыв или короткое замыкание в цепи управления соленоидом Исполнительного механизма AMRS Накапливание углерода на клапанах AMRS или портах впускного коллектора Неисправный датчик MAP Разъеданный AMRS Поверхность разъема соленоида привода процедуры диагностики и ремонта, диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVO-M, и надежный источник информации о транспортном средстве будут необходимы при попытке диагностировать код P2006, я бы проверил бюллетени технической поддержки, TSB, на предмет конкретных симптомов, сохраненного кода, кодов, а также марки и модели автомобиля, прежде чем начинать диагностику, если я нахожу связанный TSB, эта информация часто помогает в диагностике соответствующего кода, моя обычная отправная точка, для любого диагноза, это визуальный осмотр проводки и разъемов системы, в этом случае я знаю, что разъемы привода IMRS подвержены коррозии, это может вызвать разрыв цепи, поэтому я бы сосредоточил внимание на этой области, теперь я подключу сканер к диагностическому разъему автомобиля и получу все сохраненные коды и данные стоп-кадра, у меня есть привычка записывать эту информацию на всякий случай, если это прерывистый код, затем я очищаю коды и тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, если код сброшен, продолжая, я получил бы доступ к соленоиду привода IMRS и датчику положения бегуна IMRS, если код будет сброшен, обратитесь к источнику информации о вашем автомобиле для тестирования спецификаций для обоих этих компонентов. Используйте DVOM для проверки сопротивления соленоида и датчика если какая-либо из этих частей не соответствует техническим требованиям, замените ее и проведите повторную проверку системы, отключите все соответствующие контроллеры перед проверкой сопротивления цепи с DVOM, чтобы предотвратить повреждения PSM, если сопротивление привода и датчика соответствует спецификациям производителя, используйте DVOM для проверки сопротивления и целостности всех цепей системы, при необходимости отремонтируйте или замените замкнутые или разомкнутые цепи, дополнительные диагностические примечания, соблюдайте осторожность при обращении с маленькими винтами или заклепками в отверстиях впускного коллектора или рядом с ними, проверьте на наличие защелки клапана IMR, когда привод отсоединен от вала, винты или заклепки, которые крепят заслонки к валу, могут ослабнуть или выпасть, закрылки, чтобы связать углеродное коксование внутри стенок впускного коллектора может привести к закрытию створок IMR-S. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok